Пуск Джо Байден всё-таки догулял. В Белый дом вернулся под покровом ночи. Видимо, ради маскировки. Сказать журналистам ему нечего. После прилёта Байден звонит Борису Джонсону. На следующей неделе договорились провести виртуальный саммит «семёрки» по ситуации в Афганистане. Ситуация патова и сайт Белого дома скуп на остальные подробности разговора с британским премьером. Президент Джо Байден и премьер-министр Борис Джонсон отметили смелость и профессионализм военного и гражданского персонала, который плечом к плечу работает в Кабуле, обеспечивая эвакуацию. Эвакуация на приемлемые темпы так и не вышла. За минувшие сутки военно-транспортные самолёты США совершили 13 вылетов и перебросили по воздуху 1100 человек, что в пять раз меньше плана. Ответ Джен Псаки, который, в отличие от шефа, догулять положенное не удалось, шокировал американскую прессу. Никаких обязательств в виде гарантий вашингтонские власти тут на себя не берут. Вы можете гарантировать американцам и афганским союзникам, что войска США помогут им эвакуироваться? Я думаю, что сейчас мы заняты тем, чтобы оказать помощь с эвакуацией как можно большему количеству людей. Так, походя, буквально за полминуты обрушили ещё один, казалось бы, непоколебимый американский миф про то, что США всегда вытащат своих из лап плохих парней, чего бы им это ни стоило. И Америке отныне с этим как-то придётся жить. Но как объяснить нюансы геополитики вот этому несчастному отцу семейства из Колорадо? Он прячет своё лицо, рассказывая, как жена с дочерьми застряли у родственников в Кабуле. Турецкие авиалинии отменили рейс, дальше полный тупик. Моя жена и дети сейчас прячутся в доме. Тут полный хаос. Жизни многих людей в опасности. Впрочем, и брошенным союзникам тоже никто ничего не гарантирует. Знаете, я думаю, что это не 1975 год. Это 2021 год. Мы в другом мире. Мы строили планы и мы принимаем меры. Ситуация, в которой мы находимся, не незапланированная. Это сложно. Я абсолютно не отрицаю, насколько сложна ситуация. Но мы пытаемся вывезти людей. И наши друзья и союзники не висят на самолётах. Если совсем цинично, то ваши ожидания — это ваши проблемы. Основной приоритет для администрации Байдена — эвакуация каждого американца. Но из того, что понятно на данный момент, мы не собираемся эвакуировать наших союзников, переводчиков, которым было дано обещание защиты. Нет никакого плана на их счёт. Нет вообще ничего. Всегда и для любого случая на готове у американцев, по сути, только один инструмент — санкции. Минфин США уже остановил отправку в Афганистан наличности. Боятся, что сотни миллионов долларов попадут к талибам. А советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан грозит ещё сильнее закрутить гайки, если талибы не будут соблюдать права человека. Осталось только понять, как. Безусловно, речь может пойти о международном осуждении и изоляции. Также не исключаются и другие шаги. Правда, кое-какие меры предприняты. Казначейство США, например, заморозило счета афганского правительства в своих банках. Резервы Центробанка Афганистана составляют примерно 9 миллиардов долларов и треть ежегодных поступлений как раз американские транши. Главное условие их выполнения — всё та же защита прав человека и гендерного равенства. Но как это всё согласуется тогда с недавними словами Байдена о том, что строительство демократии никогда не являлось целью Вашингтона? Да никак. Вот Байден-президент в 2021-м. Наша задача в Афганистане никогда не сводилась к строительству нации. Мы никогда не стремились создать там демократию. А вот Байден-сенатор за 18 лет до 2003-й. Без строительства нации в Афганистане нас ждут там хаос и насилие. Став вице-президентом, Байден осмелел. В дневнике покойного дипломата Ричарда Холбрука, который при Обаме был спецпредставителем по Афганистану и Пакистану, отыскался любопытный фрагмент. Уже в 2010-м году он был готов провернуть то, что сделал сейчас. И даже сам сравнивал возможный уход из Афганистана с Сайгоном. Вот дословная цитата Байдена, что называется, не для прессы, в стиле сына Хантера. Пошли они все. Мы не должны об этом беспокоиться. Мы сделали это во Вьетнаме. Никсону и Киссинджеру это сошло с рук. Но Байдену не сойдет. В 1973-м, когда американцы начали сворачиваться во Вьетнаме, он как раз стал сенатором от родного Делавера. Накануне на рекламных счетах в этом штате появились вот такие фотографии президента США с его любимым ванильным мороженым в руках и вертолетом, который завис над посольством в Кабуле. Пишут, что изображение разместили неизвестные хакеры, которые взломали систему. Взломал информационную блокаду и Трамп. Провал и сменщик он комментирует ежедневно и теперь уже по телевидению. Это ужасное время для нашей страны. Я не думаю, что за всю историю мы испытывали подобные унижения. Помимо репутационных потерь Трампа, как обычно, смущают и денежные траты оружия. Американцы побросали в Афганистане столько, что можно вооружить три талибана. Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Блэк Хоук, которые теперь будут изучать Россию, Китай и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире. И ладно бы только Трамп или только республиканцы Байдена критикуют даже те, кто всегда старается вести себя сдержанно. Вот Кандализа Райс, госсекретарь при Буше-младшем, написала статью в Вашингтон-Пост. После падения Кабула возникает губительный и крайне несправедливый нарратив. Обвинение граждан Афганистана в том, как все закончилось. Но они не выбирали талибан. Ну а сенатор-республиканец Рид Скотт считает, что проблемой стал как раз сам Байден. Сенатор от Флориды предлагает президента-демократа отстранить от власти, воспользоваться 25-й поправкой Конституции США. После катастрофических событий в Афганистане мы должны решить для себя серьезный вопрос. Способен ли Джо Байден выполнять свои обязанности? Звучит, конечно, утопически, но заставляет вспомнить о запасной, об исчезнувшей с радаров Камали Харрис. После начала афганского кризиса она словно растворилась. Последний раз ее видели на публике неделю назад. А ведь еще в апреле Харрис все нравилось. Байден только что принял жесткое решение по Афганистану. Да. И вам было комфортно? Да. Что ж, сегодня эти слова Харрис звучат странно, а ведь произнесла она их совсем недавно. Впрочем, политическая жизнь в Америке за те четверо суток, что прошли с момента, как талибы захватили Кабул, ускорилась невероятно. 70% американцев не нравится, как Байден оканчивает операцию в Афганистане. Оканчивает позорным бегством. Это хуже, чем при трех его предшественниках, при которых американцы вели свою афганскую войну. Рухнул и личный рейтинг на целых 7% с 53 до 46. Сейчас поддержка Байдена на самом низком уровне со дня его инаугурации.